Всем привет, дорогие подписчики и зрители, с вами Грегорий, и как всегда за моими плечами город Айсадовск. У меня как всегда нету идей, поэтому как всегда на моем канале выход последних нововведений в городе Айсадовске. И также я вам напомню, что ссылка на группу про Айсадовск вконтакте я оставлю в описании под видео. Коротко скажу о своем канале, я планирую снять новый мини-сериал на сайте Objection World, пока я не придумал сюжет, сценарий, хотя примерно что-то придумал, но пока что требуется доработка. В общем, вот как-то так. Ну что ж, вернемся к Айсадовску. Из последних нововведений это появление аллеи вдоль проспекта Ленина, вот, посадил деревья, вот. В общем, во дворе этих домов вдоль проспекта, извиняюсь, располагающихся на проспекте Ленина, проведено благоустройство двора. Появился внутриквартальный проезд, появились дворы, небольшая площадка с фонтанами и посадил деревья. А также здесь строится кафешка, правда, пока что, пока что вот, готова только вот эта, так сказать, снаружной части, или как правильно назвать. В общем, готова только снаружи, а вот внутри пока вот все пусто. Не успел был, не успел там обустроить все это дело. Еще одно маленькое нововведение, то что я перешел на версию 1.14.4 вместо 1.12.2. Я раньше не планирую переходить из-за некоторых трудностей, заморочек с ним. Но сейчас, в общем, я, можно сказать, взял в себя блоги и решил все-таки перейти на новую версию. И я, мягко говоря, я уже, можно сказать, не прогадал с этим. Поскольку переход на новую версию мне, можно сказать, пошел только в плюсик себе. Но единственный изъян это таблички. Некоторые названия просто упираются, некоторые названия просто убираются, и потом некоторые в салон не вошли. Но я думаю, что ничего страшного, просто нужно будет позаниматься с ними. То есть немного отредактировать таблички, чтобы все написи влезли. Но я этим займусь как-нибудь на досуге. То есть будет свободное время, займусь этим обязательно. Еще одно маленькое нововведение уже на кордонной улице. В пристроенном здании, в пристроенном к этому живому зданию помещение. Кстати, да, это индивидуальная серия, придуманная мной, основана на версии... На типовой серии 164-84. Сейчас вот пробежу, вот он. Вот. Правда, я немного модифицировал по своей нужной, как говорится. Вот, так. Кстати, да, я играю пока что без мод, без шейдеров, поэтому вот как-то так. Ну, хоть что-то видно будет. Показываю, что выглядит у нас внутри подъезда. Тут у нас парковка для велосипедов, самокатов. Четыре ящики. Ну, по четыре штуки выводы. На каждом этаже пожарный гидрант, банкомат. Ну, я не знаю, прямо сказать, не знаю. То ли упоролся, то ли я действительно подумал, что банкомат нужен в подъезде. Ну, я думаю, что это и соображение на то, чтобы не нужно будет бегать в ближайший банк, в ближайший банк, там, снимать деньги или в ближайший банкомат, где ему есть. Ну, наверное, удобно. Кофейный автомат, кофе с собой, постармата Zoom. Кстати, на каждом этаже почти то же самое. И на каждый этаж приходится на два лифта и две лестницы. Здесь и вот здесь. Ну и планировка квартиры. Планировка позаимствована со 141 серией. Пока все вот темно. Еле очевидно, но... Тут на 9 квадратов, наверное, санузел. 12, типа кухня. Да, ребят, темно, поэтому вот поставлю в стихе. 6 квадратов, вот. Ну, хоть что-то я вижу, вот. В общем, такая вот квартира у нас. Комната. Да-да, темно, вот. А вот я не придумал пока что. Не дотянул, вот сказать, с окнами. Не знаю, куда их расположить, в конце концов. Вот и все. В задней части дома такая вот смазка. Не знаю, то ли мозаика, но, в общем, какой-то узор сделал из стекла. Ладно, вернемся к нововведению. Это магазин профессорский. Ну, почему профессорский? Потому что он располагается, буквально, в смысле слова, где-то в нескольких метрах от колледжа. Про который я, возможно, рассказывал. Да, тем более, видео на канале есть про этот колледж, если что. И про ботанический сад, рассказывал про общежитие, вот эти вот. В общем, заклеим туда. Тут есть два входа. Таких вот два входа. Надпись. Магазин профессорский. Режим работать с 7 утра до 9 вечера. В общем, такой небольшой супермаркет, скажу вам честно. Тут у нас камеры хранения. Хотя вот, правда, ящиков получилось мало. Ну, максимум 6 штук. Полочка, где можно разложить товары по пакетам. Кассы, всего 3 штуки. Дальше я добавил люки из березовой люки. Который выиграет, как половинка березовой двери. Ну, неважно. Я просто добавил, ну, не знаю, чисто для декора, типа, там, объявления, то есть, акции и так далее, и тому подобное. Дальше у нас обычные полки. Кстати, я немного модифицировал их под реальной версии 1.14.4, то есть, я добавил обтесанные дубовые древесины, и всё. То есть, немного украсил, короче говоря. Тут тоже, вот, типа, объявления, полка с, не знаю, то ли там, газеты, журналы, DVD-диски, вот так вот. И, дальше, отдел замороженных продуктов. Служебное помещение. Тут у нас, у нас склад, такой вот. Большое панорамное стекло. Вот так. Туалет для работников. Кстати, вот раковина сделала из пурпуровых ступенек. Дальше кабинета, хотя я забыл добавить таблички. Ну, тут здесь администратор торгового зала, тут директор, и дальше товаровед. Вот, давайте я просто перед, на ваших глазах я добавлю таблички. Ну, вот. В принципе, обычный адрес, который напоминает, который внешне напоминает, ну, мини-супермаркет, так же говоря. Типичный, напоминает, типичный супермаркет, но на самом деле прописано, как магазин профессорский. И вишенка натур, да, ребят. Я, как всегда, что не видел по майн-карту, то сразу лет сбил. В общем, такая вот фигня получилась. Да, я решил поставить точил по типу мусорного пака. Вот где-то мусорного пака. Всё. В общем, я, в принципе, всё, что хотел. Я вам сказал, в общем, на этом ролик подходит к концу. В общем, с вами был Грегор, и город Айсадовск. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите свои идеи, что снять на канале, в том числе для строителей, и что построить в городе. А так же чекайте группу ВК, группу канала, группу про Айсадовск, тоже вконтакте, ссылочка в описании. А так же чекайте сервис в Дискорд и чат в Телеграме. Ссылки тоже в описании под видео. Ну что ж, с вами был Грегор, я являюсь создателем инфатизма города Айсадовска. До новых встреч, до новых роликов. Всем пока. В этом... Прощай на прожопоток. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok